Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, мы продолжаем чтение сокровений Исмадулы Махзума, азбука сокровений Священного Курана. Итак, кто же такие ангелы и кого называют Малакут? Остановимся на этом. Ангелы Ангел, раскрывающий милосердие и щедрость Великого Аллаха, любящего рабов своих. Ангел – тот, кто приносит в сердца людей свет, подарок Великого Аллаха. Ангел – основа всего лучшего, милосердия, доброты Великого Аллаха. Ангел – тот, кто притягивает людей к истине и правде. Сокровение истинных друзей Великого Аллаха «Тут ангел подозвал меня, не тело бренное, а душу, не лгу, то истинные слова. Не упирайся, друг, не надо». Хаджид Шакарим Рахметлавли. Ангел – своего рода магнит, который притягивает к истине. Ангел – связывает людей божьими сокровениями, Ильхам. Ангел – притягивающий человеческие чувства к достойному. Ангел – помогающий человеку получить достойные приказы. Ангел радуется достойным делам. Ангел доставляет в цилиндр сердца горючее любви, искренности, притяжения к Богу. Ангел имеет сильнейший магнит смерти, притягивающий душу. Ангел оттачивает сердца людей для того, чтобы они старались творить достойные дела. Ангел доставляет в сердце раба свет его достойных дел. Ангел молится перед Великим Аллахом за тех людей, которые выполняют достойные дела. До сих пор в каждом разделе я старался обратить ваше внимание на ценные моменты, касающиеся того, как человек может подняться до Великого Аллаха и приблизиться к Нему. Теперь немного вернемся назад и обрисуем состояние основных двух врагов человека. Поистине, два наших основных врага, расположенных в сердцах людей, то есть страсть и дьявол, в какой-то мере наши друзья. Но со следующим условием, если вы их держите в своих руках. Здесь возникает вполне уместный вопрос. Как же мы возьмем их в руки? Как нам достичь этой мечты? Весьма уместный вопрос. Теперь мы будем разбирать данную проблему. В последующих главах этой книги вы найдете возможность раскрыть данную тему, где на высоком научном уровне со всеми доказательствами описано то, как с помощью Великого Аллаха можно удержать повод страсти, соблазна и дьявола в своих руках. Если наука не в состоянии раскрыть каждую основу для того, чтобы люди могли применить это к делу, то решить подобные духовные проблемы практически невозможно. Сокровение истинных друзей Великого Аллаха. И ароматом истинным лишь то назвать мы можем, что очарует нас и околдует. Но если продавец лишь глотку рвет, чтобы расхваливать свои духи, то ароматом истинным такое не назвать. Чтобы вкратце раскрыть основную суть, вернемся к нашей цели. Страсть и дьявол – основные друзья человека. Так мы сказали выше. Да, если внимательно вглядеться в основу этих двух сил, именно они и являются главной причиной для достижения рабами духовных высот, предначертанных им Великим Аллахом. Но условие заключается в наличии искренней любви, проявлении героизма в своей работе, истинное рвение на пути распространения веры Великого Аллаха в деле служения Его творениям во имя милости Его. Человек, распознав искусы дьявола у вас-вас в целях оседлания страсти, может подняться на тот уровень, который даже не суждено получить самым великим ангелом. Если бы в нашей жизни не было преграды страсти, различных притяжений дьявола то в одну, то в другую сторону, разве смог бы человек, как и ангелы, превратиться в ту силу, достойную увидеть лик Великого Аллаха? Только лишь на пути опуздания страсти в вечных дворцах рая ему будет уготовано искреннее служение райских дев без подобной красоты хур и гельманов. Хуры – райские девы, не достигшие уровня ангелов. Гельманы – служащие, не достигшие уровня ангелов. Хур и гельманов.